Курс доллара в Украине падает, а цены в гривнах только растут. В чем же дело? Что будет завтра? Что ждать украинцу? Давайте разбираться вместе, что именно происходит в экономике Украины и почему же цены в магазинах и на базарах только стремительно увеличиваются. Не так давно мы все помним, как курс доллара в Украине был около 28 гривен за доллар. Да, что там говорить, были пиковые значения почти и по 30 гривен за доллар. Но постепенно гривна отвоевывала позиции и на сегодняшний день курс гривны по отношению к доллару мировой лидер по укреплению. Гривна укрепилась с начала года более чем на 10%. И не так давно, буквально несколько дней назад, на обменках табло все украинцы увидели, что гривну по отношению к доллару покупают по 23.95. То есть на каждый доллар можно обменять за 23 гривны 95 копеек. Но, казалось бы, все мы 25 октября увидим новую купюру 1000 гривен. И это уже не секрет. Таких купюр Национальный банк Украины, банкнотно-монетный двор, отчеканит, точнее отпечатает 5 миллионов экземпляров. 5 миллиардов гривен. И, казалось бы, вот она девальвация. Но на обменках табло валют мы видим обратный процесс. Ревальвация гривны. Как долго это будет продолжаться и чем это грозит украинцам. Значит, кроме этого, мелочь, которая уже до многим из нас поднадоела, будет выводиться из обращения. С 1 октября, как многие из вас знают, монеты 1 копейка, 2 копейки и 5 копеек больше не будут платежным средством. Они ликвидируются Национальным банком Украины. Но их еще можно будет более чем год обменять в банках. Правда, об этом мы уже говорили. Кто хочет узнать об этом более детально, посмотрите предыдущий обзор. Что же происходит с курсом валют? И почему гривна стала самой крепкой валютой мира? Почему такие страны, как Грузия, или же Польша, или же Молдавия, они девальвируют свои валюты? А такие страны, как Украина, Россия, Беларусь, укрепляют свои национальные валюты по отношению к доллару США. Причин здесь несколько. Первая из них это рекордный урожай, который собрала Украина. Сейчас как раз сезон, когда украинские аграрии продают за рубеж и получают доходы в долларах. И реализуют эти доллары на межбанковском валютном рынке. И рассчитываются и с кредитами, а также рассчитываются и с работниками, которые были задействованы в сборе этого самого урожая. Второй фактор, который играет на стороне укрепления гривны по отношению к курсу доллара. Это отличные цены на основной украинский экспорт. Это и руда, и металлы, и прочее, прочее, прочее. То есть украинские экспортеры получают довольно хороший доход. И также излишек валюты продают на межбанковском рынке. Но одна из ключевых причин укрепления национальной украинской валюты в том, что на украинский рынок хлынула волна шальных заемных денег. То есть нерезиденты вкладывают огромные средства в украинские долговые бумаги, покупая АВГЗ. И если в начале 2019 года таких бумаг, купленных нерезидентами, было всего ничего, буквально пару миллиардов гривен, то сейчас нерезиденты скупили огромную часть украинских долговых бумаг на более чем 100 миллиардов долларов. По сегодняшнему курсу это более чем 4 миллиарда долларов. Все эти деньги, горячие спекулятивные деньги мировых инвесторов, которые вкладывают в украинские долги огромные средства под огромнейший процент, такой просто-таки процент чудовищный не предлагает практически в других стран мира получить такую доходность, как в украинских суверенных долговых бумагах нельзя. Тем более при стабильно укрепляющейся денежной единице. То есть кроме огромнейшего процента годового, инвесторы получают еще и прибыль от укрепления украинской валюты. То есть более чем 4 миллиарда пришло только через займы. Вот эти все факторы и еще ряд факторов меньше, кроме того, что огромное количество украинских работников находится за пределами Украины. Они также привозят огромное количество валюты. Эта сумма уже во много раз превышает иностранные инвестиции в Украину. Они также привозят сюда злотые доллары, евро и также их продают, чтобы прожить в Украине и прокормить свои семьи. Все эти факторы играют на укрепление гривны. Но будет ли это бесконечно? Нет, друзья, не будет. Чем выше сейчас уйдет укрепление гривны, тем больше она упадет. Тогда, когда спекулятивный капитал, который сейчас по ряду причин хлынул на украинский долговой рынок, будет уходить с Украины. Инвесторы, безусловно, есть время собирать камни, а есть камни раскидывать. Есть время влаживать деньги, так само эти деньги инвестор будет выводить. Когда это случится, не знает, наверное, никто. Ну а если и знает, то этот инсайт никому из нас не скажет. Не скажет вовремя. Поэтому будет ли укрепляться гривна дальше и до каких величин или нет, это тайна под семи замками. Сейчас мы каждый день видим, как украинская гривна на 5, 10, 15, 25 копеек укрепляется к доллару. Но интереса прибавляет именно тот факт, что курс доллара, который заложен в бюджет 2019 года, 29,4. И по этой причине, что курс доллара в бюджете был рассчитан неверно, а рассчитан он был доходная часть украинского бюджета 2019 года, напомню, была рассчитана по курсу 29,4, бюджет украинский не выполняется. То есть в конце года будет весьма солидный дефицит бюджета из-за того, что курс гривны по отношению к доллару сейчас менее чем 24 гривны за доллар. А в бюджете он 29,4. Та же самая проблема возникнет и с украинским бюджетом 2020 года. Напомню, что этот документ, который был вынесен в Верховную Раду, рассчитан по курсу 28,2, что довольно сильно отличается от тех величин, которые мы сейчас наблюдаем в обменных курсах валют. Как можно рассчитывать курс доллара в бюджете в одну позицию, а объективная реальность говорит в другую. Кроме того, чем чревато укрепление украинской гривны? Чревато оно тем, что импортные товары для Украины становятся дешевле. Казалось бы, для населения, которое получает в украинских гривнах зарплату, это хорошо. Население может купить иностранный товар дешевле. Но в магазинах цены не дешевеют. Продукты питания только дорожают. Почему так происходит? Потому как все страхуются. Поставщики импорта не понижают стоимость товара. Они все ждут того, что многие и прогнозировали. Около 30 гривен к концу года. Поэтому, страхуясь, они не сбрасывают цены на импорт. В том же самом причина не понижения бензина. Нефть подешевела с начала года, но бензин, как вы видите, не дешевеет. А дизель и газ так и вовсе дорожают. Это парадоксально для мировых тенденций в экономике. Но связано больше и с украинской спецификой. В том, что дизель и газ сейчас перестали напрямую закупать в Российской Федерации. Продукты же питания дорожают. Так как производители говорят, что импортная составляющая во многих украинских продуктах питания отсутствует. Вот такая вот ситуация сегодня на рынке валют и экономики. Но обязательно придет момент, когда иностранный инвестор, вложивший в Украину, попросит деньги вспять. И он будет конвертировать украинские опять долговые бумаги и украинскую гривну в доллары. И если сейчас долговая пирамида с нерезидентов только растет и выстраивается она постепенно, то, как правило, эта вся долговая пирамида рушится в мгновение ока. И иностранные инвесторы побегут все при неблагоприятных стечении обстоятельств. Эта пирамида может выстраиваться довольно продолжительное время. Мы не знаем, когда случится обратный процесс. Но он будет резким и очень болезненным для экономики Украины. Потому как, если курс гривны будет падать, то есть дойдет он до 23, дошел он сейчас до 24, что не прогнозировал в Украине практически никто, то если он будет понижаться, а он будет понижаться довольно-таки опять-таки стремительно, это для экономики Украины будет шоком. Если с 24 гривен курс будет прыгать 27, 28, 30 гривен, то все товары абсолютно, хоть импорт, хоть нет, будут стремительно дорожать. И сейчас многие говорят, так вот доллар падает, почему все дорожает? Потому как закладывают риски, объясняют импортеры. А когда курсы валют будут объективно меняться в сторону ухудшения для населения Украины, все продукты стремительно подорожают. Напишите ваше объяснение, почему курс доллара в Украине падает, а цены в магазинах, на базарах, в супермаркетах только растут. В чем же дело? Поделитесь своим мнением в комментариях. Обязательно подпишите на наш канал. Нам интересно и важно каждое ваше мнение. До новых встреч! С вами был Ярко Коинс.